Вот ты сидишь на трибуне, любимый зритель, и болеешь за свой хоккейный клуб. В моем случае, мой любимый хоккейный клуб, это, естественно, Тамбов. Но все может измениться буквально в одночасье. Всего один репост в соцсетях, и вот ты уже с трибуны перемещаешься на домашний лед любимой команды и тренируешься с ней. Среди подписчиков официальной группы клуба ВКонтакте разыграли уникальную возможность провести день с командой. Удача улыбнулась Илье Веслобокову. Счастливчиков слепую выбирал беспристрастный компьютер. Илье 17 лет, он будущий автомеханик, и интерес к хоккею у него от отца. На льду молодой человек стоит крепко и бьет метко. В отработке буллитов ему удалось даже забросить несколько шайб. Я с детства смотрю хоккей, я зашел в ВКонтакте, вижу там размещен пост, сделал репост и выбрал. Мне очень понравилась атмосфера в раздевалке. Мы ходили в тренажерный зал, разминались. Все было хорошо. Фактически Илья провел с хоккеистами два неполных дня. Перед тем, как выйти на лед, молодой человек освоил комплекс тренировок на силу, ловкость и выносливость. Беговые дорожки, эллипсы, велосипеды, штанги и гантели. Вот урок для юноши. Настоящий хоккей начинается не со льда, а с довольно жарких разминок. Прочувствовал работу в тренажерном зале. Было видно, что ему нелегко, потому что это впервой. И те веса, которые были даны нам, он не справился с ними, поэтому помогали, ставили меньше вес. Почувствовал вчера, что хоккей – это не только лед, это работа в зале, это работа на велосипедах, на тренажерах. Такие тесные отношения со своими болельщиками отражаются на качестве игры. Когда воздух над ледовой ареной сотрясает дружные кричалки фанатов, у игроков практически вырастают крылья. Знаете, это не передать словами, когда приходят полные трибуны и поддерживают свою команду. Это действительно шестой игрок на поле. Обратная связь очень важна для клуба, поэтому накануне Нового года среди болельщиков провели еще один конкурс. Призами в котором стали пригласительные на домашние матчи и входные билеты на массовые катания. Павел Герасов, Николай Иванов, Ольга Кириллова, Область новостей.